Итак, для начала определяем плотность вязания. Для этого свяжем образец на 10 петель плюс 2 крайние петли теми нитками и теми спицами, которые приготовили для вязания изделия. Замеряем этот образец. 2 крайние петли в мерку не входят. У меня получилось 4,7 сантиметра. Составляем пропорцию. 10 петель в 4,7 сантиметра. x петель в одном сантиметре. x равен 10 умножаем на 1 и делим на 4,7 сантиметра. Получается у нас 2,1 петли. То есть в одном сантиметре 2,1 петли. Это значит, что плотность вязания 2,1 петли на 1 сантиметр. Далее снимаем мерку обхват шеи. Здесь хорошо видно, как снять эту мерку. В нашем случае обхват шеи равен 36 сантиметрам. Для начала работы 2,1 петли, это плотность вязания. Умножаем на 36 сантиметров. Обхват шеи. У нас получается 75,6 петель. Отрубляем. Получаем 76 петель на всю горловину. Это количество петель распределяем. Регланная линия у нас состоит из одной петли. А их 4. Одну петлю умножаем на 4 регланной линии. Получаем 4 петли на все регланные линии. Дальше. Количество петель на детали. 76 петель на всю горловину количество петель. Минус 4 петли на регланной линии. Получаем 72 петли на детали. Это количество делим на 8 частей. То есть 72 петли делим на 8. Получаем 9 петель. На спинку и перед берут по 3 части. То есть 9 петель умножаем на 3 части. В данном случае горлышко будет с застежкой. Поэтому на застежку возьмем еще 6 петель. Итак, 27 петель спинка плюс 27 петель перед плюс 9 петель рукав плюс 9 петель второй рукав плюс 4 петли регланной линии. Получаем 76 петель на всю горловину. 76 петель на горловину плюс 6 петель на застежку. Получаем 82 петли. Так как горловину вяжем не по кругу, то добавляем еще 2 крайние петли. 82 петли плюс 2 крайние петли получаем 84 петли. Итак, нам необходимо набрать на спицы 84 петли.